Член местной коалиции по внедрению совместных проектов при Марии и жителей села Баурчи Марина Яланжи рассказала, что они давно сотрудничают с организацией ИРИ. И когда они узнали о существовании такой программы, как бюджет УМЕУ, то решили принять участие. Для начала была создана коалиция, которая и занималась внедрением проектов. Все, кто вошел в нее, прошли обучающие тренинги, а затем помогли местным жителям оформить заявки на реализацию проектов. Как оказалось, в селе Баурчи острая проблема с дорогами. Именно поэтому все поданные проекты касались реконструкции участков улиц. Для того, чтобы определить, какие из них нужно реализовать в первую очередь, создали комиссию и организовали голосование среди населения. Было подано 7 заявок. Из них 5 заявок получили одобрение. Была создана комиссия. В состав комиссии входили члены местных органов власти, в том числе и зам примара. Примар входил, главный бухгалтер и местная коалиция. В комиссии рассматривались все заявки, но были, как я уже говорила, одобрены 5 заявок. Строительство улиц, потому что мы знаем, что основная проблема в сельской местности, в том числе и в нашем селе, это такое состояние улиц. Плохое состояние улиц. И в первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы они были в лучшем состоянии, чтобы людям жилось комфортнее. Реализация проектов в рамках программы «Бюджет УМЕУ» – это совместное участие мэрии и жителей. Поэтому из местного бюджета для всех пяти проектов было выделено 200 тысяч леев. По мнению члена коалиции, партипативное бюджетирование – это хорошая возможность для населенных пунктов. Ведь в этом случае население само определяет проблему, заполняет заявку и обращается с ней в местные органы власти. А затем жители вкладывают свою часть денег и следят за качеством выполнения работы. Хочу сказать, что первый год внедрения проекта, не все люди понимали, что это такое и какие даст результаты внедрение этих проектов. Были сложности в доведении информации до населения. Почему? Потому что, как я уже говорила, сложно было объяснить людям, что это такое. В этом году, после внедрения этих пяти проектов, люди уже больше стали понимать. Я думаю, что на следующий год, если мы продолжим внедрение партипативного бюджетирования, будет больше заявок. Оторжения не было, не было никакого недовольства, хотя мы все понимаем, что мы живем в сельской местности. Нет работы, зарплаты маленькие. При внедрении проектов не обошлось без трудностей. По словам заместителя мэра Сергея Димитриогла, для мэрии и населения это первый опыт партипативного бюджетирования. Поэтому многие жители не верили в то, что удастся решить местные проблемы и не понимали, почему нужно отдавать свои деньги на улучшение села. Такие проекты должны быть, они имеют место быть, так как вовлекать граждан в процессы села в работу, села очень эффективно. Чтобы люди понимали, откуда берутся средства и как все это работает. Чтобы они сами вкладывали туда и материальные средства, свой труд, свое вложение. Данный проект, конечно, не обошлось без трудностей, очень много тонкостей. Конечно, первый блин он всегда комом. Не знали, как много чего, не знали, как делать, как правильно работать, как правильно этот проект составлять. Люди не знали, что это такое, почему они должны вкладывать свои средства, почему полностью примарение обхватывают. Пытались объяснить, что это такой проект, что партипативное бюджетирование, что люди сами должны вовлекаться в данный процесс. Когда стало известно о конкурсе заявок, лидер инициативной группы Василий Колпакчи решил принять в нем участие. Он выступил с проектом по ремонту перекрестка по улице Кутузова, рядом с которым расположен его дом. Не только машины не могли проезжать, там люди пешком не могли проходить, потому что по колено большие стоки воды убрали грунт с поверхности перекрестка, и вообще люди не могли ходить пешком. После этого, как я услышал, что если эти проекты составлять, я сразу начал списки составлять у людей, что они будут выделять деньги там немножко. И начали уже работать плотно с населением, проживающим по этой улице. И начали составлять уже проекты. По проекту планировалось покрыть перекресток брусчаткой, чтобы облегчить движение транспорта и пешеходов. Но затем жители улицы Кутузова пожелали отремонтировать и часть дороги ниже перекрестка. Каждый из желающих вложил по тысячу леев. Раньше не могли бы мы поезжать вниз и вверх, там была вода, когда... Ну, короче, дождь, когда шел, образовалась воронка, и не могли бы мы сюда раньше привозили гравий, разные камни с дома приносили, сделали немножко, чтобы пройти. Ну, как дождь не шли, часто и эти камни брали, и овраг шел, все. Так что дорога плюс. Здесь поблизости нет магазина, сверху люди должны всегда идти вниз в магазин. И всегда, вот зимой особенно, или это как падали люди, и мы ломали ноги, и увалы, я тоже в частности падал, когда шел в магазин. Это плюс. Хорошо все, что сделали, слава богу, что все сделали. Ну, дальше, может, еще лучше будет, и здесь наши дороги сделают лучше. Ну, как сейчас, и культурно, и, как бы, ну, разворачиваться там не можно хорошо. Ну, нормально все. То есть вы не пожалели о том, что вы вложились? Нет, конечно. Ну, не знаю, надо еще побольше, чтобы такие проекты были в селе. Сомнений не было, мы согласились сразу. А почему? Потому что там дорога была очень плохая, невозможно было проехать. Общий бюджет проведенных работ по проекту «Ремонт перекрестка по улице Кутузова» составил 60 тысяч 25 лей. Из них около 47 тысяч леев мэрия выделила из бюджета села, а 20 тысяч леев поступили от жителей улицы Кутузова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!